На позапрошлой выпуске я вам показывал все, что у нас происходило в городе Миннеаполисе. Эти бунты, митинги, насчет водителя Богдан Вечерко, который заехал грузовиком на мосте и весь кипуш, который у нас происходился. Сегодня я вам хочу что-то другое показать. Разницу, что случилось с бедными районами и богатыми районами во время этих бунт и что будет дальше. На моем первом выпуске насчет бунты в Миннеаполисе я показывал первую зданию, которое я видел, что разожгли. Это был Панч Шап на Лейк Стрите. Интересный факт, что потом нашли чувака, который разжег этот здание. Я его на записи не видел. Ну, потом через свои записи смотрел и видел, как он по городу бегал прямо около места приключения. Он из города Ротчестер, штат Миннесота. Интересно, что его поймали, потому что он снимал все на лайв фид. Самая печальная вещь из всего этого, это то, что пострадали меньшинство и бедные люди. Прямо за кого вот эти митинги и были. Вот пострадали больше всего бедные районы, а богатые районы практически никто не трогал. Вот это улица по имени Лейк Стрит в Миннеаполисе, где большинство все происходило. Она по размеру 4 миля. Это практически 6,5 километров. Чтобы вам было больше понятно, что происходило те дни, я на карте нарисовал пару кругов. И каждый свет изначает разные вещи. Вот давай начнем с первого круга. Вот синий круг. Синий круг изначает то место, где я снимал и то место, где убили Джордж Флойда. Был ментовский участок, который разожгли. И где вообще эти бунты вначале начались. Красный круг это изначает, где потом продолжались бунты. И где самосильно все разгорелось, разожгли, там сломали и вот так далее. Вот эти районы, они тоже бедные районы. Они районы, где там сомалисты с левой стороны на экране. У них там мол ихний. Мексы живут. Черный район там тоже находится по этой улице. Вот оранжевая точка, которая на карте. Это изначает место, где на мосту эти митинги происходили, когда грузовик проезжал и почти не раздавил людей. А голубые круги, которые вы видите на карте, это места, где я снимал. Хорошие районы, которые прямо около места приключений, где все происходило. Там в районе практически ничего не трогали. Там фанера, которая закрывала все окна, чтобы не разбивали. На ней там разукрашивали, что-то писали. И там было разные художники, что-то рисовали. А так практически тот район вообще не изменился. Эти районы богатые, белые, либеральные американцы. Интересно, что там вообще ничего не случилось. А в бедных районах, где бедные люди, это где вообще тот народ и стал ради их. Их вообще разрушили. Многие люди из пригорода приезжали. У нас штат Миннесота вообще очень либеральный штат. Зато консервативные районы там нет. Просто белые богатые районы, либеральные. Из-за этого обижались многие черные люди, которые из этого района, которые разбомбили. Из-за того, что они вообще в этом не участвовали. Участвовали многие люди, которые из пригородов, которые из других штатах. Но большинство из богатых районов или такие более средние районы, пригороды по нашем штате Миннесота. Они приехали туда и вот все ломали. Вспомните ту черную женщину на моем первом ролике, которая поругалась и почти не дралась с белыми людьми. И она видела, ломали окно. Она вообще с первой претензии имела к черному, который она думала, ломал то окно в библиотеку. А потом, как он сказал, нет, это эти белые люди, которые так было на самом деле, я там стоял. Тогда она на них начиналась злиться. Из-за этого нельзя сказать, что эти люди сами разрушили свой район. Большинство людей, которые там живут, очень-очень им печально и разочарованы, что случилось в их районе. Я пару дней назад вернулся на Лейк-стрит в этот красный круг. Вы увидите, как я стою на окраине бедного района и что там разрушилось и как там люди живут. Там вообще сейчас полицейские никак не участвуют и я не знал, что будет настолько ужасно. Если я бы знал, я бы не приехал, но я реально чувствовал, что в любой момент хоть кто, хоть что-то может мне сделать, им ничего за это не будет и никто разбираться не будет. Да, ребята, вот здесь был табакный магазин, арабы были владельцы. Я помню, я приходил, когда у меня друг здесь недалеко отсюда жил. Смотри, что случилось. Печально смотреть. Жалко то, что вот эти нормальные магазины сгорели, а не вот этот китайский буфей, где у меня от него живот болел. Каждый раз я туда поехал, потом перестал вообще туда ездить в обыжечь. Вот если вы будете видеть клипы от моего знакомого, прямо здесь его стреляли с резиновой пули. И здесь вот армия ходила. Вот интересно, я вот ездил, короче, в одну сторону, на запад и на восток. Это 10 километров в одну сторону, 10 километров в другую сторону. И все просто, ну, типа такое. Или здание накрытое с деревом, какие-то пробиты, какие-то нет. Очень странно и интересно вот на это все посмотреть. Здесь вот это бомжей много. Входят они здесь постоянно ходили. Вот сзади меня это сомалийский район. А вот вперед это мексиканские. Уже начинается после этот мост. Сейчас туда пройдем. Здесь тоже самого бизнеса. Еще закрыты. Некоторых вон там стекло разбили. Они хоть довольны, что их не бизнес и живой. Хоть немножко. Здесь автозапчастный магазин. Разожгли. Я когда вот первое видео у меня был, мы на бунты ходили с моим знакомым. Это вообще было в ту сторону, где-то километров, ну, 8. Вот видите, весь город, короче, везде. Практически вот так. Посмотрим. Вот видишь? Видите? Вот это уже чистят здесь. Собрали мусор как-то. Может себе запчасти какие-то найдем. А вот от машины, короче, вот этот не диск, а этот роутер. Да, печально. Ну и что? Говорят, что перестроят все. Посмотрим. Посмотрим, как они все перестроят. Вот некоторые бизнеса окрываются. Пинные стекла разбили у этого шапа. Машины побили. Видите, что у них страховка есть. Или это машины, которые привезли, скорее всего, чтобы починить после вот этого бунта. Бомжи везде ходят. Да, бедный район, беднота. Столько бедных людей здесь. Бомжи, наркоманы всякие. Здесь уже старались вот все перестраивать, лучше делать. Государство деньги вкладывало вот в этот район. А уже как будто 30 лет назад их поставили. Вот и ходят, они живут уже в этом. А те, кто с пригорода приезжали, помогали бунтовать, а потом обратно поехали к своей пригорода, где в США там обычно хорошо в пригородах, богато. А вот бедные люди, вот как люди ездят. Офигевшие люди стали. Безнаказанность чувствуют вообще. Вот заправка была здесь. Уже убрались немножко. Все, подвинули напитки. Старое вот такое все. Те, кто выжили, их не бизнесы выжили. Те, я думаю, счастливые. Вот автобусные стоянки вот эти, маленькие железные. Там стекло все выбито. Видно, что они уже просто стекло сняли. Ну что, не будет людей. То есть это от дождя как-то беречь или что-то такое. Здесь бизнес-окрытый какой-то. Пусканское мороженое. Красиво покрасили, видно. А здесь вообще все сгорело до дна. Ну, я живу в 17-м. Но близко к нему, да? Да. Как ты чувствуешь об этом? Это не хорошо. Не хорошо? Да. Что ты хочешь сказать? Я снимаю для русских людей в России, потому что они спрашивают, что происходит. Есть что-то, что ты хочешь сказать? Или share какие-то мнения или что-то? Я не знаю. Не знаю? Уссетно, да? Да. Вот, короче, все сгорелось. Где же эти люди, которые недалеко отсюда живут, будут закупаться? Где же эти люди будут покупать продукты? Где будут искать работу? Это очень интересно. А сейчас что им делать? Здесь общество говорит, что они заботятся. Ну, я... Мое мнение то, что сейчас пока сильно помогает. А потом про это все забудут. Про этих людей забудут. Как и забывали, и так будет продолжаться. Здесь не очень, короче. Вот эту улицу, Chicago Avenue, хотят переназвать Флойд Avenue или Джордж Флойд Avenue. Короче, хотят там, чтобы имя Джордж Флойда здесь было, чтобы его вот не забывали. Вот там огонь какой-то идет. Видно, кто-то его жгет что-то. Разожгли что-то. Видно, какие-то хулиганы. Мусорку. Пожарники тушат. Значит, у кого-то немножко адреналинчик остался вот с этого вечера, с этих дней, которые бунтовали. И кто-то хочет разжечь вот эти бунты еще раз. Вот государственное здание. Да. Как будто фильм. И все еще разжечь вот здесь. Я чувствую, что все, все уже действия. В последние недели. Все уже рано. Все закрыто, все закрыто, все закрыто. Все закрыто. Я просто чувствую, что они должны просто дать нам свободу и не убить нас так много. Такой мы должны быть все равны. Мы должны быть все равны. Все это нонсенсо будет нескольких. Все люди еще разводят и разводят все еще раз? Да, потому что вы можете посмотреть на там, и у нас гармошки. Все это еще разводят. Все прокучились. Не ср, так же. У нас есть время в этой регионе, об у нас справились ли вы чувственные облияния церемонии? Тор 서울щины? КИК КТОрава. КИК КТОрава. Как лет назад? Это было несколько дней назад. Все, несколько дней назад. Да. Ребята, я вот честно не ожидал насколько огромная разница, как вот сильно все поменялось. Вот я живу при городах, где-то 20-25 минут отсюда вот на трассе ехать и у нас вот все спокойно, вообще ничего не изменилось, ничего не чувствуется. Здесь, ну ладно, да, здания сгорели, были бунты и мне это было вот все интересно посмотреть, но как говорят, здесь вообще все изменилось, здесь все равно криминала побольше, люди чувствуют безнаказанность, больше толкают. И народ, который здесь живет, они не знают, если им вот это нравится это или не нравится, типа смысл нравится, нравится то, что люди здесь, это, короче, стараются для них. See you guys around. И им, ну, нравится то, что вообще уже люди стараются слушать их и уже наказывать тех полицейских, которые творят вот такие вещи, которые, ну, убивают людей или негативно как-то реагируют на общество здесь. И им это нравится, ну, им не нравится то, что им потом приходится жить в говне, а для них как будто выхода нету, как будто вот кроме этого никакой выход нету, никто их не услышит. Вот эти вот ребята, с кем я общался, ну, реально такие безобидные, нормальные дети, которые здесь в районе живут. И, ну, честно говоря, вот не знаю, не знаю, как вот это, насчет этого всего чувствовать. Очень странно, очень такое чувствуется, что остаток, вот не наказанность, она останется и будет какой-то еще криминал продолжаться в этих районах, и уже все будет. Тем более, что стараются сейчас полицейских убрать. Ну, это же вообще, как вот убрать? И кто вот убийство вот будет, кто будет следовать за убийством? А это какой-то городской, типа, не знаю, камери или что-то такое, это очень странно. Вот я не понимаю, как они собираются это делать. Ну, вот такие у них планы сейчас, такие дела. Хотят полицейских убрать, чтобы полицейских вообще в таком огромном городе не были. Это просто безумие, я считаю. Что вы думаете насчет этого? Пожалуйста, напишите в комментарии. А вот я здесь хожу, вот немножко чувствую, как живое мясо на меня смотрит, типа, вот это, видят, что белые, как одеты, может быть, тоже. Конечно, я выделяюсь, есть нормальные здесь люди, уже подхожу более такой, ну, спокойный район. А среди вот этой черноты, это даже не из-за того, что вот черноты, вот я так говорю, а на самом деле это из-за того, из-за обидноты, знаешь. Вот это дети, которые выросли у наркоманов всяких, вообще невоспитанные или что-то такое. Вот с испанским людьми, которые там мексиканцы, вот всякие вот такие, колумбсы. Вот с ними нормально, вот я не напрягаюсь, я знаю, что они обычно, ну, такой трудолюбивый народ, спокойный, мне ничего не сделают. Вот, а с черными, вот у них есть много чего терять, не сильно, ну, нету такой семья, вот, держаться вместе или что-то такое, у этих мексов есть такое. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписываться на канал и нажать на колокольчик, чтобы видеть еще подобные видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok